Восемь кругов за одну ночь. В Краснодарском крае посреди поля появилась загадочная пиктограмма. Очевидцы рассказывают, люди внутри гигантского рисунка чувствуют недомогание. Эксперты по аномальным явлениям уже выяснили, почва, растения и воздух в этом месте действительно подверглись необъяснимому воздействию. Но самый большой сюрприз преподнесли специалисты из объединения «Космопоиск». Оказывается, они заранее знали, что на кубанских полях должны были появиться новые круги. Все подробности в сенсационном репортаже Антона Гладышева. Водитель из Тимошовской Евгений Макияшвили с гордостью показывает нашей съемочной группе загадочные круги, появившиеся на пшеничном поле. Еще бы! Именно он первым обнаружил знаки. Тройной круг. Непонятно, как вообще сделано. Колыки не поломаны, ничего. Просто лежат. Евгений вспоминает, то странное утро чуть было не закончилось для него трагично. Увидел пиктограмму, остановил машину, спустился в поле. Но как только вошел в ближайший круг, закружилась голова, необъяснимый страх сковал руки и ноги. Сил едва хватило, чтобы не потерять сознание и вернуться в авто. Сел в машину, отец говорит, ты, говорит, позеленел. Я говорю, как позеленел? Я не позеленел, говорит, со мной все нормально. Нет, говорит, ты позеленел. И потом поехали, а приехали уже нормальный, не зеленый, обычного цвета. Знак из семи кругов различного диаметра плюс еще один в двухстах метрах к северу. С мотодельтаплана рисунки неизвестного автора видны как на ладони. Специалисты объединения «Космопоиск» прибыли на место в считанные часы и сразу же приступили к расследованию. Очень быстро стало понятно, очевидцы недаром почувствовали недомогание. Экспертов по аномальным явлениям поразил уже первый замер радиоактивного фона. Показатель ниже нормы в два раза. Исследователи заговорили о внеземном происхождении кругов. Мы, земляне, хорошо умеем повышать радиоактивный фон, достаточно рассыпать какой-нибудь слаборадиоактивный изотоп или порошок. А вот понижать радиоактивный фон еще ни один человек на нашей планете не научился. Специальные приборы зафиксировали и специфический низкочастотный гул, идущий из центра самой большой окружности, который не улавливает человеческое ухо. Во время появления пиктограмм на поле еще какое-то время остаются звуки, которые неуловимы обычному слуху. Это некий шум, некий фон. Но самый яркий показатель – нулевая биологическая активность. В радиусе 500 метров исчезли не только грызуны и насекомые, но даже бактерии. Исследователи рассказывают, что подобные явления часто фиксируют в местах посадки неопознанных летающих объектов. Вадим Чернобров делает сенсационное заявление. Специалисты космопоиска заранее знали, что именно в эти дни в Краснодарском крае появятся круги. Эксперты проанализировали и сопоставили данные о прошлых пиктограммах. И в итоге разработали собственную теорию, которая позволяет предсказать появление новых символов. Мы научились это делать более-менее успешно. И этот круг появился в точном соответствии с расчетами. Но вот, к сожалению, что касается места появления очередного круга, здесь наши успехи не столь значительны. И пока мы это можем предсказывать, может быть, с точностью, в лучшем случае с точностью до района. Вадим Чернобров уверен, совсем скоро он вместе с коллегами научится определять и место появления кругов с точностью до нескольких километров. Тогда рождение очередного аномального рисунка специалисты смогут наблюдать собственными глазами. И, возможно, это приведет к контакту с авторами пиктограмм. Появление летающих тарелок теперь ждет и Тимашовский водитель Евгений Макияшвили. Может, даже больше, чем специалисты космопоиска. Он каждый день приезжает на поле, втайне надеясь, что инопланетяне выберут для контакта именно его. Антон Гладышев, Алексей Захаров, Сергей Палько, ТВ3.